всем доброго вечера дорогие мои доброй ночи время уже 10 часов я с парка вернулся там еще люди отдыхают до 12 до часа ночи сидят чаи пьют ну вот сегодняшний ночной горгор я посвящу на тему об удивительных вещах которых я видел в анталии прожив почти 8 8 с лишним лет тому сказать а это о щедрости о щедрости людей о щедрости доброте которые там видел но о том что турки люди которые любят животных кошек собак голубей все что это это никакие это оспаривать нет самое потому что они очень-очень к этому относятся так хорошо что я даже видел был случай я не знаю рассказывает один автобус целый остановился это было тоже у района от агара кипец когда там одна одну кошку какой-то мотоцикл сбил мопед и остановился весь автобус и вызывали скорую для этой кошки весь автобус стоял ждал кто как мог это кто-то водичка это кто-то это вот я такое видел я такое видел это было лет 7 назад сам был свидетелем они любят очень детей животных но есть у них еще одна это даже может вы для вас будет как-то странно величайшая щедрость рядом с моим домом строили лицей огромный там территория была дома были дома снесли и там строили лицей сказали что это частный лицей будет вот это предприниматель строить все все два этажа два или три этажа короче красивый лицей король со спортивным залом со всеми современнейшие вот и когда его открытие было всех приглашали всех кто живет там в этом районе все пошли ну я не пошел петь пошел и другие соседи пошли ну там угощение делали все все и когда они мне пришли сказали что тот который год построил за свои деньги это за четыре миллиона долларов этот лицей он отдал государству отдал государству и чтобы память о своем отце этот предприниматель он который когда-то уехали у предки в этой газе дома оставались и вот на том месте он сам за свои деньги построил и отдал это государство очень хороший лицей я для меня это был шок 4 миллиона просто так это но еще это было там что рядом тоже был там участок земли там домик хороший такой одноэтажный но там везде застрой а этот дом с огородом соток наверно шесть-семь там вполне можно построить пятиэтажный дом с паркингами со всеми делами а вот и хозяйкой вот это участка воды дома была женщина она блондинка такая возрастная с мужем они вот она очень любила собак она у нее постоянно возила собаками кошками кормила муж у нее тоже современный возрастной тоже и у него вот такой волос возле с пучком ну видно что они в европе жили потом переехали я сначала и и подумал она русская может быть нет она потом думал она наверно татарка как-то современный да вот такая короткая стричка голобрысая вот возрастная тоже лет 60 если чуть не больше вот и в один прекрасный день вот этот дом снесли снесли ну думаю наверно построить там это участок тогда стоил уже миллион долларов почти и снесли это короче но 8 квартир посчитать сами до каждой квартире минимуму полмиллиона буш лоба да уже четыре минута да это было миллион долларов и что вы думаете за место снесена вот это дома появилась площадка и на этой площадке две собачьи будки написано администрация кепеза администрация собачьи будки оказывается она отдала свой участок фонд вот этим бездомным собакам с условием чтобы там будут две будки собачьи остальное под площадку чтобы люди могли гулять все там сосед там был этот вот это напротив это который я говорю человек сам год она подарила они сказали год у нас дом квартиры есть машине из нам лично не надо ничего мы с собой ничего на тот свет не заберем это от нас это самое представляете вот я же говорю я видел такое своим глазами видел такой своими глазами но я не видел чтобы кто-то из наших предпринимателей чтобы построили короче какой-то вот среднюю школу такую да и подарили бы государству да я не я не не слышал еще нигде по снг тоже не слышал хотя уже году узбекистане есть показывали что десятки домов построили людям дали вот но такого вот чтобы это да вот щедрость у них тоже есть щедрость у них тоже есть да есть которые самое как говоришь жирноватые ну не все же самое как и везде поэтому вот бывает так что люди вот многие из наших будем говориться отечественников из бывших страны снг ай вот так так они вот так нет 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 хороших сторон очень много ребята хороших сторон очень много очень много и так же как и по всем по всем этим по всему миру и вот и большинство сейчас вот уезжает да потому что вы не же не дают они выезжают а потом уже там начинается ай там плохо было то да все 5 10 это я считаю самый такой нехорошо так делать ну вот сам подумайте ну как я могу ругать ту страну которая мне дала образование да жил там я служил жил ел воду пил ну как можно вот где бы ты ни жил нельзя этого делать вот нельзя этого делать я ну как я могу вот например россии жил россия мне образование дала все 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 как можно говорить плохо россии вот узбекистане я был хлеб солку как я могу казахстане как я могу азербайджане я вот баку везде отдыхал в гостинице на хачевандасе помню молодые годы 89 год я ездил там отдыхал три дня был как можно ну как можно грузия везде отдыхал везде это сам я езжу тоже табелисе батуми даманисе кутаисе козрете и везде это сам был как можно вот так вот такой то нельзя где хлеб кушал это самое везде есть и хитрые все кто-то есть что ли везде у нас есть и хитрые и такие и такие но здесь я видел лишь говорю вот так основать доброта к животным уважение к старшим любовь к детям вот здесь если малыша вашего ребеночек у вас будет например за счетчик вот так потискает не обижайтесь это они любовь они детей любят детей по голове гладит они дети для них все дети хороши у нас у нас попробуется могут и даже по морде дать ты чё моему ребенку чуть украшивать самый ты чё там могут прыщить кое-какой нибудь это вот тут такого нет понимаете тут неважно ты какой-то национальности какое-то да сейчас вот таксисты говорят борзые вот вы написали что гарсоны короче борзеют ну гарсону тоже понабрали понимаете из каких-то таких этих понабрали отовсюду ну сам понимаете как потом разношерстное это лишь бы мало платить чтобы они больше работали поэтому всякие бывают всякие бывают таксисты то же самое тем более из тех районов приехал из зоны землетрясения мне в анталии цемска вот ребята гордые ребята год они гордые это вот ну переселили же почти сто с лишним тысяч человек туда но они наверняка пошли в отеле работали наверняка пошли такси работали наверняка пошли это самое я вот двух кафешках там кушал в анталии оба были и оттуда с хатая они открывшие и так грамотно технично это сам я кушать взял вот а там у них обычного до крашеная вода вот такая холодно мне холодно это я еду купил комплекс я говорю это доберите такая бесплатно но вода так вода крашеная вода в разноцветное то они из порошка делают но я жадность вот жара горит это самое два стакана выпил поел вот потом короче за чай за все рассчитался он не еще счет дает за это два стакана на этого стакана как будто я два стакана чуть-то по цене пива представляете я вот такой же сказали ты игр в этот счет не не это отдельно это у нас отдельный идет понимаете такой тоже есть я потом своему другу сказал это самое вот это риэлтору я вот так и газа я говоря у них это сказал все включено вот это два стакана водичек попил тоже ну чай за все рассчитался он гордит это готов не ход они за все горденьги берут за все по таким бешеным ценам раньше как не было такого кафе очень мало народе я почти почти никого не видел не ходят как люди очень дорогие дешевые год были все дешевые год было сейчас все это дорого вот они год установили такие сцены вот так вот так что турция на многообразная и люди разные есть как и везде как и везде я говорю я что ки шедрых я видела 4 миллиона просто так подарит вот тогда вот это государство под землю дом-центр хорошем месте короче под пятиэтажный дом там минимум бы было бы 8 а так 10 квартир вот стать себе да это огромные деньги миллион долларов даже больше я посчитал миллион двести даже долларов просто так это только за то чтобы собакам было для будки в нее условия остальное место как пола площадку для прогулок там детей даст да вот и все понимаете вот хотя не миллионеры ничего обычному женой у них какая-то белая машина была такая по моему рено и все и вот этими собачкам она все время корм таскала везде их ходила кормила вот видимо решила свое свое место отдать вот этим собакам свой дом под домом земля хотя она могла там это продать это хорошему застройщику значит даже если бы она ничего не делала там 5 квартир бы ей дали бы не 4 даже 5 квартир нет видите какая щедрость так что и здесь я видел очень много таких добрых людей я же рассказывал вам сосед со мной сел машину поехал два раза в автосервисе вот я ему потом деньги предлагал в этом учеба какие деньги то могут о чем говорить с ними можно договориться разговаривать договориться я вот со своим московскими друзьями это самое когда мы в квартире договорились сэкономили хороший разговор нормальный интеллигентная женщина 24000 лир 24000 лир это не маленькие деньги сэкономили договорились я разговаривал сначала оттуда оттуда разговор туда-туда пятое-десятое я говорю парень у них учится сам поймите я говорю ученик надо учить его не имеют права работать понимаете маленькая пенсия вот так вот так ну так и сразу пошла навстречу человек у них человечные люди клан уметь надо говорить не наглости не борзотой борзотой нигде ничего не возьмешь здесь просто от вас отвернуться и все и скажет вот этот и бери вот а так нет а так здесь восточные люди восточные люди вот конечно всякое бывает всякие есть как и везде как и везде особенно таких городах как в стамбул когда много народу там 20 миллионов там были новые колобалы я не хочу там допустим я много раз был стамбуле не 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 все это беготнёйся это суетой это там это там народы не 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 я даже молодые годы суетин влюбил молодые города суетин влюбил вот здесь центре тоже есть света есть центр особенно вот улуси очень много народа потому что рынок пошел очень много народа были машины парковать и перед и серийцы сделали на пустыре короче себе площадку я не знаю как это раньше была стоянка 30 теперь у них 40 лет хотя там рядом подземный тоже там 30 подземно хорошо с условием а это просто на пустыре взяли шлагбаум поставили будку поставили короче и грибут бабло короче говоря по 40 лире обалдел я говорю так недавно же было его 30 нет теперь 40 все же подорожало вот так вот и все народу ступит ногой негде а вот тут нет вот это района чуть-чуть километров 45 отойдешь от центра уже нормальные машины где хочешь паркуй какие там платные вези можно хотя с моим друзьям мы поехали на машине вот и это мы нашли бесплатное место повезло туда воткнули потом я сам поехал я искал такое место не мог пришлось на платную поехать на ноги у них легкий нашли место сразу вот 0 я подъехал вместо не должна моей малютки пришлось крутануться крутануться обратно это вот весь народ хороший тихий спокойный ходишь так спокойно так без всякого этого никаких вот этих нету шумов гаммов короче а в центре всякое бывает это ребята рассказывает по детям горде есть такой гор тоже я сушь бухает есть есть место бухает ну бухать то все бухает основном люди киня не здесь а так но говорят же 100 грамм выпил 200 грамм настроение вот это плохо последствий плохие последствий умей говорят же если не умеешь пить не пей нафиг но от 100 граммов 200 грамм настроение это уже смертельно вот такие дела всем спокойной ночи хорошего настроения за моей спиной вот моя любимая картина вот смотрите я с вами вот это это кстати аксакал вот вечером видите читает книгу а я вам тоже скажу это считает это же самое ночной горгор и здесь тоже вот сидят книги цитирует вот уже всех вам благ хорошего настроения пока